приветствую на своем канале сегодня хочу показать вам результат готовой работы по авторской схеме светланы сечкарь мишка с лошадкой ссылку на группу вконтакте где можно бесплатно скачать эту схему я оставлю в инфобоксе а сейчас немножечко о схеме светлана предоставляет данную разработку расчет ведет из учета того что канва будет аида 14 и если соответствовать этой канве ту размер готовой работы будет 12,7 на 14 и 5 десятых сантиметров если перевозить на крестики то это 70 на 80 крестов крестиков работа выполняется в технике крест полу крест и бэкстич в работе принимает участие 9 цветов и 5 из них блендов в общем-то ничего сложного в этой схеме нет она простая отымить не буду вас сразу покажу результат это баннер я показывала уже делала одно видео подобный баннер был сделан для девочки ссылку тоже на то видео я оставлю в инфобоксе и это второй баннер для мальчика рожденного в этой же семье то есть это скажем так парная работа в одну семью сейчас покажу вам как я его оформила данный баннер значит в этот раз он у меня получился более аккуратно и я имею ввиду приклейку флизелина я уже рассказывала тоже в предыдущем виде что видео что эта работа у меня была отшита чуть ранее просто лежала ждала своего часа и повод скажем так не заставил себя ждать значит в предыдущей работе у меня немножечко когда я приклеила флизелина чуть-чуть повело канву потому что канва ну скажем так рыхловатая так как работы эти делались не сейчас а значительно раньше в этот раз я вышивала только ну все данные и немножко декорировала работу и вот второй раз уже опыт в флизелина проклеивания скажется о себе у меня канва легла намного ровнее и и так не повело как предыдущую работу оформила я ее примерно в том же стиле то есть если у предыдущей работы здесь была розового серая полосочка дополнительный цвет то здесь вот тоже такая же полоска только в других оттенках украсила я это дело все сбоку декоративной лентой голубой так как это мальчик но и внутри вот так вот это скажем так оформлена да ты в своей жизни пилот для прекрасного человека в день рождения и вот здесь вот еще такие вот украшалки тоже объясняла в первом видео для чего я это делаю когда стоит что-то красивое на столе или висит или сделано всегда хочется заглянуть посмотреть а что внутри и тут вроде бы открываешь и внутри как красиво единственное что увлеклась я оформлением красоты и забыла что изначально я хотела сделать здесь рамку куда можно будет вставить фотографию как я это сделала в предыдущем баннере но теперь уже как есть и вот так же как и в предыдущем баннере здесь лента голубая только в этот раз она скреплена звездочкой для того чтобы вот этот баннер можно было повесить то есть вариаций много здесь точно также сделан очень широкий пролет то есть баннер можно повесить на кроватку можно поставить на стол а можно подвесить на какой-нибудь красивый декоративный элемент здесь точно также я приклеивала три уголка и передний уголок где лента украшает зажимать ее не стало эти два баннера они пойдут в одну семью сейчас я вам покажу второй баннер они сделаны для тех кто не видел предыдущего видео то есть в одном скажем так сюжете скажем ну наверно так скажем да то есть мешки они из одной серии только здесь мальчик а здесь девочка соответственно этот баннер в розовых тонах украшен розовой лентой так как вышивка чуть чуть пониже соответственно здесь материал немножечко зашел на эту сторону и я украшала двумя розовыми лентами здесь конечно более вытянутый сюжет вверх и соответственно здесь канва легла ровно посередине и часть ткани она ушла назад соответственно нужды в ленте наверху не было но и ленточки вот похожий голубой не было соответственно я выбрала ну тоже вот чтобы она как-то перекликалась вот такой вот голубой подобрала то есть немножечко она отличается с одной стороны вроде бы парный такой вариант с другой стороны они все-таки очень сильно отличаются друг от друга ну наверно так и должно быть и хочу вот обратить внимание на вышивку мне захотелось немножечко добавить скажем так креативности в нее вот на подгузнике у мишки или трусики что вот у него одета я купила смотрите вот такие маленькие пуговки и пришила там вообще вышиваются квадратики голубого цвета но как-то вот мне совершенно не захотелось чтобы это как-то было в какой-то степени плоско захотелось немного добавить объема и как-то украсить вот эти вот штанишки в итоге получается вот таким образом это будет один единый подарок для двух деток девочка конечно родилась два года назад до от меня такой вот подарок с опозданием я об этом тоже рассказывала видео как в котором рассказывала про вот этот баннер поэтому повторяться сейчас не буду кому интересно посмотрит это это уже вот малыш родился в конце мая и я потихонечку находила время для того чтобы доделать и наконец-то оформить немножечко вот уже так все у меня затянулось а поскольку мы собираемся уже на лето уезжать на дачу и как раз в той стороне живут его родственники через которых я могу этот подарок передать в общем-то я спешила к тому чтобы за одну захватить и отвезти ну я на самом деле не знаю что то особо говорить потому что я очень много о том почему я задумал эту затею как вот это все рассказывала в этом баннере повторяться мне не хочется мне просто хотелось показать уже готовый результат второго баннера который пойдет в пару по чтобы у брата и у сестры были одинаковые вещи с одной стороны не обязательно на самом деле если друг по каким-то причинам не захочется родителям вешать ставить эти баннеры не все любят метрику вы знаете я думаю что это может быть просто как хорошей но памятью многие из родителей хранят бирочки из роддомов но они ну там просто надпись дата рождения рост вес время даже нету имени а вот здесь в общем-то и красиво и все вся эта информация есть и даже есть кому это принадлежит говорила я о том тоже почему именно баннер сейчас об этом говорить уже тоже не буду вот такой вот парный подарок в одну семью один правда с опозданием в два года будет у меня отправлен эти два баннера поедут жить в финляндию радовать своих хозяев возможно украшать я очень надеюсь украшать комнату хотя бы пока они маленькие я думаю что это была бы неплохая украшалочка для детского комнаты или места где находятся малыши и вот два вот таких замечательных сюжет а теперь готовы и в общем то я честно говоря рада тому результату который получился потому что так я еще никогда свою вышивку не оформляла и для меня это тоже новый опыт естественно второй баннер сделался быстрее всякий мне кажется это необычным было бы интересно услышать ваше мнение о том обычно необычно нравится вам это или не нравится как вообще относитесь к метрики хотели бы вы чтобы у вас был такой подарок или может быть вам это не нравится с удовольствием прочитаю ваши комментарии высказывания очень интересно услышать мнение я всегда жду какой-то реакции не важно хорошая она или плохая я всегда отношусь адекватно к любой критике и стараюсь извлечь из нее максимум чтобы в будущем может быть не делать ошибок или понимать что я движусь в правильном направлении пытаясь развивать себя в своем творчестве ставьте лайки если видео вам понравилось оказалось вдруг полезным подписывайтесь на мой канал но я желаю всем хорошего настроения успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео пропадать я не собираюсь раз где-то в 6-9 дней видео будет продолжать выходить потому что я с какой-то периодичностью буду возвращаться в город и соответственно поливая цветы буду делать какие-то видео с какими-то интересными сообщениями либо это будут покупки либо готовые работы либо какие-то обзоры в общем я остаюсь на связи слежу за всеми вашими комментариями лайками и с удовольствием буду ждать от вас ответной реакции на этом прощаюсь с вами до следующего видео всем пока пока